Фу, гадость, Тони Робинс. Фу, какая мерзость. Почему эти люди прыгают? Фу, бизнес-молодость. Секта, мерзота. Это прикольно, не бояться хейтеров, вызывать ненависть. Ну вот я за салбузову пригласить. По моим оценкам это миллионов пятьсот. У Телеграма достаточно много людей, чтобы их тут арестовать. Берешь программиста, сажаешь его на два дня в СИЗО. Программисты СИЗО несовместимы. Я вообще считаю, что увольнение это хорошо. Но я бы хотел, чтобы мы много увольняли. Всем привет, друзья. У нас сегодня интервью с Мишей Таковининым. Как вы могли обратить внимание, если вы вдруг впервые слышите это имя, то вы наверняка знаете Ама-Серэм, основателем которой является Михаил. Но давайте не будем тянуть резину и перейдем к интервью. Приятного просмотра. Ты говорил, что одно из лучших выступлений на Ама-Конфе последним было у Федора Овчинникова. Ты, в принципе, я так замечаю, отзываешься о нем часто позитивно. И тебе нравится его пример. Как тебе кажется, если бы ты занимался чем-то более таким массовым, тебе бы это больше перло, чем Ама? Да, я иногда завидую людям, которые занимаются чем-то более массовым. Но я потихонечку, я от менее массового к более массовому продвигаюсь. Каждый мой предыдущий проект был менее массовый. И у меня сейчас в работе есть следующие проекты, которые меня увлекут через 5-6 лет. У всех бизнесов есть определенные фазы. Этот бизнес тоже однажды перестанет расти, начнет стагнировать. Никуда нет. Это как бы очень логично. Ты можешь сказать, что это будет? Тебе куда больше тянет сейчас? Ну это IT или какая света? Нет, все очень просто. Понимаешь, что это близко к тому, чем мы занимаемся сейчас. По очень простой идее. Я бы мог открыть ресторан, грубо говоря. Но если бы я завтра пошел открывать ресторан, я бы потратил в 10 раз больше, чем Новиков, и сделал бы в 10 раз хуже. Но если Новиков решит сделать IT-стартап, он сделает в 10 раз дороже и в 10 раз хуже, чем я. Ты можешь купить франшизу? Я лучше создам свою. Это к нам, мы занимаемся упаковкой. Да, поэтому понятное дело, что нужно все соизмерять. Есть капитал, есть компетенция. Компетенция умножает твой капитал. Понятно, что все это будет рядом с моими компетенциями. То есть это IT и же с ним. Интернет, IT и так далее. А ты сейчас в Сан-Франциско, я так понял, живешь? В этом году почти все время я в Сан-Франциско, да. Во Фриска приятнее, чем в Москве находиться? Непонятно. Я так и не понял, где лучше жить. Такой вопрос в семье. Где мы хотим жить, и мы на него ответ так и не придумали до сих пор. Что-то лучше там, что-то лучше здесь. Что там лучше? Ну, если не брать климат, понятно, довольно банально. Маленьким детям там, конечно, лучше. Немножко кажется, что культура для воспитания детей лучше и легче воспитать, скажем так, свободную гармоничную личность. Если тебя интересует IT-бизнес, конечно, там совершенно другие масштабы, совершенно другие возможности. Нетворкинг тот же фантастический, если про Сан-Франциско говорить. С кем ты там успел познакомиться? Да, много с кем там успел познакомиться. С Сукербергом. А? С Сукербергом. Нет, с Сукербергом не знаком. Дело же не в фамилиях. Фамилия может никому ничего не говорить, а для твоего бизнеса она имеет огромное значение. Ты можешь познакомиться с Сукербергом, но тебе это ничего не даст вообще, ни горячо, ни холодно. Ну, типа, я знаком с Пугачевой, но я не занимаюсь музыкой, поэтому у меня знакомство с Пугачевой. Ты знаком с Пугачевой? Нет, с Пугачевой я не знаком, это как пример. Поэтому нет, для бизнеса там, конечно, если ты занимаешься IT-бизнесом, знакомств много полезных. Ну и вообще ощущение, понимание трендов, это такая, типа, столица мира. То есть хочешь понять, как будет развиваться интернет, бизнес во всем мире, через 3-4 года потусуйся в Сан-Франциско. Я видел у тебя в фейсбуке пост, где ты бюджеты раскладывал, проживания в Сан-Франциско. Да. Там нужно было от 117 до 350 тысяч долларов. 117 тысяч долларов на домохозяйство сейчас это официальный порог бедности в БРе. В год? Да. То есть это официально порог бедности. То есть это нищие люди, да? Ну, фактически, да. Тебе удается быть в категории 350 или выше? Я не люблю грязнегов, но я не жалуюсь. Ты знаком там с какими-то стартаперами из России, например, или из стран СНГ, у которых не получилось, и они вернулись? У 99 из 100 иммигрантов ничего не получается. Зачем они тогда едут, если такая плохая статистика? Как тебе кажется? В чернектое время многие из них, когда они понимают, что у них не получилось, есть три варианта. Вариант один, они возвращаются. Вариант два, они говорят, мы тут рай детей. Вариант три. Они начинают верить в мифологию, что здесь еще хуже. Такие становятся буйные, буйные, политические, активные жители Фейсбука. И они себя убеждают, что здесь было бы еще хуже, что они спаслись от кровавого режима. И они становятся такие очень политически активные. И это их успокаивает и примеряет с мыслью, что они проиграли. Но, конечно, 99 из 100 – это проигрыш. Ты в этом году еще возвращаешься в Афридск, да? 9 октября я лечу туда. Ну, то есть я временно здесь. Семья там же, да? Семья там. Супруге там нравится? Но она не вернулась с тобой сейчас. Есть разные люди. Есть люди позитивные, им везде хорошо. Есть такие радостные. Они такие приезжают на Бали, помойка, срача. Они такие, о, как здесь замечательно, солнце, море. Вот. А есть люди, как мы, такие негативные. Им везде плохо. Ты негативный? Я жуткий негативист. Мне везде плохо. Я здесь, мне плохо. Я там, мне плохо. Мне все не нравится. Жена такая же. Пока она там, ей там плохо. Пока она здесь, ей тут плохо. Так. Ну, а путешествовать, чтобы в поисках этого места, нет? А я не люблю путешествовать. Не любишь? Не. Надоело. Мы тут перед интервью немножечко поговорили о твоем большом друге Григория Ветровя. Окей. Давай о нем поговорим. Мы не очень-то дружим. Но знакомы. Вы знакомы? Конечно. Он недавно провел мероприятие в Москве в Стонии Робинцеве на 26200. Все бурлило. Я молчал. Ты сделал весной на 25 тысяч в Олимпийском Амакомфу. Он тебя в итоге сделал? По числу, да, конечно. Оветов молодец, конечно. Ну, то есть, то, что делает Синергию с точки зрения мероприятий и менеджмента, конечно, вызывает восхищение. И, скажем так, Лобову сильно повезло, что у него в команде появился такой, как Григорий Оветов. Такой амбициозный, тщеславный, упертый. По-доброму завидую. Вот. С точки зрения Тони Робинса, еще в августе было понятно, что они большие молодцы, потому что они заставили еще до мероприятия о себе говорить. Вызвали большое неравнодушие. Это, конечно, круто, это победа. Дико рискнули. Они вложили, по моим оценкам, миллионов 250-300 в это мероприятие. Я думаю, что столько не вкладывал никто и никогда в России ни в одно из мероприятий. Куш сорвали тоже большой. По моим оценкам, это миллионов 500. И это тоже самые большие сборы, и ни одно мероприятие в России столько никогда не приносило. Дико рискнули. Получили то, что хотели. Разве рискнули? Тони Робинс же плюс-минус беспройкошный вариант. Не рискнули, конечно. Если бы они не ввалили в рекламу миллионов 150 в августе... Он говорил 2 миллиона долларов. Ну, видишь, я близко. Да. По моим оценкам, под 150, если бы они это не ввалили, конечно, они собрали бы олимпийский. Конечно. Ну, тем более, он же платный. Конечно, они бы не собрали, а пойти рискнуть на 250 миллионов, ну, это как бы... Это круто, но... Потому что, еще раз, это фантастические сборы. Какие были вот главные факапы в олимпийском у вас? Нас вообще удивительно мало клевали. Это плохо, кстати. Это значит, эмоцию не вызвали. Равнодушие. Я понимаю, что на самом деле надо не бояться ненавистников, хейтеров, потому что хейтеры создают неравнодушие. Разом с хейтерами появляются фанаты, и все про это говорят. И для бизнеса вообще это прикольно, не бояться хейтеров, вызывать ненависть, вызывать любовь, вызывать неравнодушие. Мы в этом смысле более скучный бренд, чем БМ или теперь Синергия. Пригласившая Бузова. Ну, вот я засал Бузова пригласить. Может быть... Ну, то есть, боюсь хейтеров. Это моя слабая сторона. Дело в том, что я понимаю, что для бизнеса хейтеры это круто. Да. Но мне пока не хватает... То есть, теорию понимаю, как надо понимаю, но не хватает немножко воли и смелости окунуться в это с головой. Боюсь хейт вызывать, а понимаю, что без хейта не будет фанатов, а не будет неравнодушия, и, значит, не будет суперярких историй, потому что не могу, как дуров, вылезти в окно там и пятитысячные купюры раскидывать. Хотя понимаю механику и понимаю, что, да, может, это сделано было импульсивно, но прикольная тема. Ты знаком с ним? Нет. Дуров, это чей-то проект, как тебе кажется? Телеграм, в частности. Знаешь, как я говорил про себя, у меня было такое рассуждение, что по-настоящему, когда государство хочет кого-то укусить, оно не бегает за IP-адресами, а приходит домой с обыском и арестовывает. И у Телеграма достаточно много людей, чтобы их тут арестовать, на Союзе Российской Федерации. Но поскольку никого не арестовали, по вполне себе уголовной статье неисполнение решения суда, то есть можно было всех сажать, всех сисадминов, всех программистов, а они уж потом бы дали показания. Но судя по тому, что никого не посадили, не так уж сильно хотели мочить. То есть это совместная, возможно, акция? Дальше выводы делайте сами. Но вообще государство, когда хочет кого-то замочить, и оно ничем не отличается тут, ни американское, ни российское, оно вот эту херню с IP-адресами не устраивает. Но есть просто мнение, что к крупному бизнесу, когда он становится слишком заметным, приходят ребята из спецслужб. Я уверен, что это мифология, потому что государству крупный бизнес, сам по себе как крупный бизнес, ни горячо, ни холодно. Налоги платят, ты молодцы. Другое дело, что если ты начинаешь играть какой-то интерес политический, ну так Цукерберг, он перед Сенатом уже сколько отчитывается. Так взяли, что мама не горюй, потому что Фейсбук перестал быть крупным бизнесом, а стал вполне себе политической силой. Если бы государству надо было кого-то прижать, оно действует совершенно по-другому. Прямолинейно? Ну это же банально, берешь с админа, а я готов поспорить, что половина минимум команды Телеграма сидит в Петербурге, чай пьет, если не 90% разработчиков. Берешь программиста, сажаешь его на два дня в СИЗО, он тебе сдает все, что можно сдать и даже больше. Ну потому что программисты и СИЗО несовместимы. И все, это так работает, и никто этот позор с IP-адресами не устраивает. Либо позор с IP-адресами был зачем-то нужен, либо это какая-то другая история, мы никогда не знаем. Потом у меня есть такая байка, когда давно я себе придумал, чтобы объяснить, как работает информация. Мы всегда все свои решения и суждения выносим в условиях ограниченной информации. Мы всегда чего-то не знаем, и это что-то, очень маленькая деталь по отношению ко всему массиву фактов, может все в корне менять. Я все время такую историю приводил. Приходишь домой, чисто, убрано, ужин стоит, жена красавица, вообще супер, фактов огромное количество. Ты говоришь, меня жена-то как любит, а? Какой я счастливый человек. Но тебе сообщают одно предложение, оно тебе изменяет. Три слова. И ты все переворачиваешь. Вот сволочь, наверное, чувствует чувство вины специально. Уже все по-другому. А потом тебе говорят еще три слова, но она его бросила ради тебя. И опять все поменялось. И все свои тоже суждения поменялись. Поэтому все свои суждения мы строим в условиях, когда у нас есть много фактов, но не хватает одного предложения. И вот это одно предложение может все перевернуть. Поэтому любые наши рассуждения со стороны всегда очень смешные. Это надо понимать. И здесь то же самое. Поэтому дальше все это каспирология, догадки. Но обычно государство по-другому прессует. Был день, когда вы приняли решение это делать? Прямо вот такое мероприятие на полу? Да, я на пивосмолусы ходил. Кроме шуток. Нет, ну это отлично. Что это было, цех? Не-не-не, я уже был знаком с Дашкиевым, мы уже даже как-то общались, мы не дружили, ну так. И он меня все уговаривал прийти к ним. Я, конечно, не ходил. А потом они разрешили нам стенд там поставить. Это был у них такой курс, назывался отдел продаж. Это был май 14-го года. Я посмотрел на все это счастье. А дальше очень важно. Вот когда люди видят какое-то такое явление, яркое и раздражающее, а я тоже испытал какое-то такое ощущение раздражения, зависти, не знаю. Мы по-разному на него реагируем. Кто-то говорит, фу, гадость, Тони Робинс, фу, какая мерзость. Или фу, бизнес-молодость, фу, секта, мерзота. А я всегда, когда вижу что-то подобное, я всегда говорю, это интересно, здесь что-то происходит, значит, есть спрос. Почему эти люди прыгают? Что происходит? Я никогда не думаю, что парень на сцене настолько гениален, что творит чудеса. Я всегда думаю, значит, что-то есть такое системное, почему это происходит. Пытаюсь разобраться, пытаюсь повторить. И когда мы увидели весь этот ажиотаж в 13-14 году с бизнес-молодостью, мы поняли, что есть спрос. И поняли, что надо туда идти, надо делать мероприятия свои. И первые были очень провальные. Я про это рассказывал. Мы на первом периоде собрали 6 человек, на второе типа там 7. Потом мы решили сделать массовые и собрали 200. Потом сдались и решили больше не делать. А потом стало понятно, что без мероприятий у нас не получается производство наладить. Нам нужны релизы, нам нужны циклы, нам нужно упаковывать продукт. И нам все равно нужны мероприятия. А, то есть без презентации нет мотива делать там каждый год? Долгая история. Мы даже кино тут снимали. Но, короче говоря, если ты не упаковываешь продукт, его не презентуешь, у тебя не получается делать его быстро, хорошо, качественно и так далее. И стало понятно, что да, окей, мы проиграли битву за мероприятие. Это не наш бизнес. Но нам все равно нужно делать релизы. И мы арендовали зал во фри, вот здесь рядышком, на 300 человек. И мой партнер говорит, слушай, а давай посмотрим, вот площадка тут недалеко, на набережной. Там бизнес-молос выступает. И он меня привез. Мы вышли на сцену. Стоим на этой сцене, там стулья стоят. Я говорю, ну вот это да, вот это круче. А там на 900 мест было. Он говорит, ну что, ну давай, давай еще раз рискнем. Я говорю, ну давай рискнем. И вот так появился Амаконф. Мы сели, за ночь придумали концепцию. Ночью сделали лендинг с ним вдвоем. На следующий день запустили и собрали свой первый Амаконф. Это был апрель 15-го года. Собрали тогда тысячу человек. И с тех пор оно только по нарастающей шло. Потом было две, потом было две, но с музыкой. Потом были первые олимпийские. Мы же первые сделали олимпийские. Мы когда пришли в олимпийские, нас как на больных смотрели. Говорят, чего? Бизнес-конференция? А вот это все свет, это что это? Зачем? Чего вы тут сочиняете? Нас очень интересно воспринимали. Потом мы собрали вот наш четвертиночку, потом половиночку, а потом целый. Вот так это все и получилось. Спасибо без молодости. За наше счастливое детство. Фух, давайте сделаем небольшую рекламную паузу, но не перематывайте, она очень короткая. Кстати о рекламе. Я очень долго сопротивлялся, но оказывается для полноценного развития канала нужны хорошие и правильные рекламодатели. И мы именно таких и выбираем. Поэтому если вы хороший и правильный парень, или девушка, или у вас есть компания, не знаю, или франшиза, как, например, Браун Кап, то качайте нашу презентацию по ссылочке внизу и будем рады обсудить с вами сотрудничество. Продолжим смотреть интервью. Я же обещал, что пауза будет очень маленькая. Что тебе нравится больше всего? Ничего. У меня нет хобби. Мне нравится работать. Не, ну я имею в виду, если есть свободное время, куда ты его убиваешь? Вот если не работает. То есть я все время работаю. Я могу пойти, у меня вот есть хайкинг, по тропинке походить. Но я буду идти и думать о работе. А не возникает желания как-то разгрузить мозг иногда? Я удовольствия от этого получаю. Как мой папа говорит, он ученый, говорит, а ученого не может быть хобби. На самом деле я вот эти разговоры про этот work-life balance или что-то такое не понимаю, потому что если ты любишь свою работу, она создает тебе удовольствие больше, чем любое хобби. Ты испытываешь кайф каждую минуту, когда работаешь. И зачем тебе хобби? Подожди, ты кепки коллекционер немножко поменял? Да нет, конечно. Конечно нет. Я одинаковые покупаю. У меня есть штук 20 одинаковых. Нет, нет. У меня нет никаких хобби, мне очень нравится работать. Я с утра до вечера работаю. Хорошо. Сериалы смотришь? Нет. И кино не смотрю. Серьезно? Вообще. Не люблю. В телефоне в игры играешь? Нет. Ни одной игры нет. И на компьютере тоже нет. И Angry Birds никогда не запускал в своей жизни? Запускал. Могу поиграть два дня. Потом надоедает, плюю и выбрасываю. Нет, у меня нет вообще никаких таймкиллеров. Я не смотрю кино, не смотрю сериал. Я не люблю кино. Вообще не люблю художественные произведения. Мне кажется, это... Не читаешь? Я художественные произведения вообще не люблю. Я считаю, что это искаженная реальность глазами какого-то автора. Ну, а бизнес-литература, развивающую литературу? Нет. Истории Илона Маска? Иногда пытаюсь, не могу себя оставить дочитать. То есть неинтересна вообще чужая жизнь? Вообще ни капельки. Нет, мне очень интересна чужая жизнь, но я люблю людей в натуре изучать, а не по книжкам. Нас окружает огромное количество историй, людей. То есть ты специально там, например, встречаешься с кем-то, да? Да, я могу с кем-то познакомиться или подружиться просто так, ради познакомиться и подружиться с кем-то. Да, у меня есть... Ну, не подружиться, но познакомиться. Но общение с другими людьми, наверное, это увлекательно, да. Так же увлекательно, как работа. Любая компания так устроена, что менеджмент обожает нанимать людей. Ну, типа, мы не справляемся, давай еще. Мы не справляемся, давай еще. И очень не любят думать про эффективность, про производительность труда. Ну, так люди устроены. Особенно, когда деньги есть. Ну, деньги есть, компания себя хорошо чувствует, давай нанимай. Ну, и потом для них амбиции. Сколько у него подчиненных? 10, 5, 1000. Поэтому любая компания стремится постоянно к найму, если можете это позволить. А так стульев не хватает. Появляется мотивация иногда и сокращать, и менять, и так далее. Я вообще считаю, что увольнение – это хорошо. То есть вам они задерживаются, люди? Мы много, я думаю, увольняем. Я не знаю, но я бы хотел, чтобы мы много увольняли. Хотел бы прям. Да, я считаю, что это очень полезно. Это не очень, мне кажется, прикольная культура для компании. А, не, не, на самом деле наоборот. Дело в том, что самое худшее, что ты можешь сделать для культуры компании – это терпеть слабых и отстающих. Потому что это жутко демотивирует сильных. Ну, вот я сильный, я стараюсь, я пашу, а за седим столом сидит тот, кто лентяничает и распиздяничает. И вот большинство компаний, когда у них кто-то не справляется, нанимают еще одного. Вот этого не увольняют, нанимают еще одного. Теперь двое. Халтурят и ничего не делают. В конечном итоге сильные уходят. Ну, потому что он не может работать в такой атмосфере. Поэтому для хорошей культуры в компании нужно быть очень нетерпимым к плохой работе. Чувствуешь, что человек плохо работает, надо расставаться. А не добавлять еще одного. А большинство людей, ну, не большинство, но большое процент людей работают плохо. И при найме ты этого понять не можешь. Поэтому нормальная, здоровая компания должна так конкретно увольнять. Я лет 10 отказался от идеи корпоративов. Я понял, что корпоративы – это вред, гадости. Я считаю, что культура хорошая создается, когда интересно работать. Моя главная задача не пивом поить, а давать интересную задачу, давать интересную среду и давать ощущение победы. И когда мы делаем какой-нибудь интересный релиз, потом его красиво презентуем, мы все довольны. После конференции и релиза у нас бывает, мы собираемся в ресторане, отмечаем, ну, вот это вот все, что у нас есть. Никаких других праздников нет, никаких особых ритуалов нет. Мы просто работаем. Работа – это хорошо. Пьешь? Побухиваю. Пытаюсь отказаться, понял, что я когда-то курил давно, бросил. Отказаться от алкоголя оказалось намного-намного сложнее. Пытаюсь периодически полностью отказаться, но это оказалось тяжело. Ну, ты что, предпочитаешь, пиво или вино? Да, просто вино. Я не пью там никаких крепких алкогольных, просто вино, но регулярно. Пытаюсь отказаться. То есть, бутылочка в день – это нормально? Не-не, бутылочку, если я выпью, у меня будет плохая ночь. Я быстро пьянею. Не-не, бутылочку, дам мне бутылочку. Ну, бокал в день, да. Но многие считают, что это нормально. А я считаю, что нет. Я считаю, что алкоголь – это страшнейший наркотик, на котором сидит все человечество плотно. И надо с этим бороться. Зачем? Это вредно. Да, он вреден. Просто, ну, это вредный наркотик, который разрушает организм. От которого очень тяжело отказаться, потому что он очень глубоко, социально у нас сидит. И тебе кажется, что мясо недостаточно вкусно, если нет вина. Хотя, конечно, полная туфта, конечно. Сугубо твои проблемы. Что ты делаешь для того, чтобы отказаться от вредных привычек? Ничего не надо делать, это просто вопрос воли. Тебе просто однажды сказать, я больше не буду. И перестать. Все. Тут никаких секретов. Просто вопрос воли. То есть, книжку АО на пизо или как его там читать? Это все попытки добавить себе воли. Это все попытку купить волю, получить волю. Это как поход на бизнес-конференцию? В том числе, намного ближе покупка дорогого абонемента в фитнес-центр. Это самый типичный пример попытки купить волю. Типа, если я куплю абонемент, я буду ходить и заниматься. Меня это заставит ходить и заниматься. Это самый-самый типичный. Вместо того, чтобы каждый день ходить по лестнице вместо лифта, мы покупаем абонемент в фитнес-центр. Нет, к сожалению, другого способа заставить себя что-то сделать, кроме как сесть и заставить себя что-то сделать, нет. у тебя есть билет фитнес-центр нет никогда не ходил фитнес ни разу не был фитнес-центр у тебя нет хобби ты занимаешься спортом побухиваешь и постоянно работаешь терпеть не могу спорт во всех его проявления терпеть не можешь спорт побухиваешь пью бокал вина каждый день и и работа и больше не делаю ничего и тебе не нравится где ты живешь и мне всегда не нравится где живут но если мы про страну но над этим не менее успешный предприниматель у тебя есть компания которые я думаю что в глазах большинства людей я абсолютно успешен потому что могу не работать захочу получать пассивный доход о чем все мечтают для меня это катастрофа и кошмар пассивный доход кошмар ну конечно самое прикольное в жизни это работать если лишь от забавная вещь которую многие люди не понимают что в тюрьме отлучение от работы это наказание люди этого не понимают что работа ну то есть вот безделье это наказание одиночество это наказание в тюрьму сажают в одиночку как наказание люди балдеют от общения с другими людьми от работы того что они что-то делают а вот лежать в одной комнате на диване это пытка официально официальная пытка проблемы с органами у тебя были когда-то раз уж эти время заговорили приводы в милицию привод ну я у меня была бурная молодость но я все время как-то жести избегал ну там типа по ножовшим до в обезьяннике можешь посидел пару раз скорее профилактических целях один раз с ментами ободался у меня была розничная там я занимался розницей и у нас был один объект его три раза подряд ограбили три раза подряд и на третий раз приехал дежурный по городу какая делегация целая микроавтобусы генералы и скажет что это у вас тут происходит там отдрючили местных вот какого черта третье ограбление подряд и когда уехали все эти генералы и дежурные по городу местные колец теперь вы здесь не будете работать ни одного дня сегодняшнего закрыты я с ними стал спорить бодаться как закрыты мы частное предприятие и сказали там на ряду типа заберите парня типа на проверку документов а то он буйный слишком и меня под ручки отвезли это бизнес защищал то есть это не было типа бизнеса вот это был у меня инцидент я посидел немножко в обезьяннике но не так просто три часа подержали чтобы я остыл немножко понял что иногда бесполезно бодаться магазин закрыли ну конечно в ту же ночь вот так все работает но было такой да мысль простая чем амбициозная задача тем легче это вот все что делает его маск можно объяснить этой этой фразой пока загадка он как кончит хорошо или плохо кресло плохо плохо да то что он такой бунтарь нет во первых какой он бунтарь в полосе на госконтрактах кто-то тут с рутерберга сравнивал он намного ближе к рутербергу чем к стиву джобсу надо понимать что его маск по уши сидит на госконтракте из psx и solar это как она там играет на повышение бесконечно долго нельзя однажды надо остановиться но можно красиво соскочить как каланик соскочил из убера в принципе у нее есть шанс красиво скачать но он крутой при этом сам или абсолютно гениальный маркетолог пиарщик я не знаю какой он инженер на маркетолог пиарщик конечно абсолютно генея из как стив джобс был никакой инженеры стив джобс все-таки еще и талантливый проект то лог про авто лог стив джобс прежде что брат пола конечно этот прежде всего пиарщик хорошо я думаю нашим зрителям будет полезно самому почитать его историю Спасибо тебе большое. Да, неожид. Ну вот и все, но как бы не все. Дело в том, что когда я спросил Мишу его мнение о факапах синергии при приглашении Тони Робинса, у меня у самого случился факап, я следил за звуком и карточка глюкнула, а этого не заметил. Поэтому большая часть интервью, она осталась, ну скажем так, с не очень хорошим звуком, а мои внутренние стандарты качества просто не позволили включить эти моменты в основное интервью. Но это все вполне смотрибельно, а самое главное, что очень интересно, потому что мы там поговорили более подробно о факапах синергии. Миша рассказал о том, почему женщины-спикеры не очень востребованы. Я у него спросил, за сколько он пригласил Дудя и Шнурова, и он рассказал историю продажи Callback Hunter через SMS, и почему они продали Amasera M компании 1S. В общем, все это находится в отдельном ролике по ссылочке, которую вы видите, наверное, вот здесь. Сейчас она появилась, плюс в описании оставим. Там еще 20 минут очень интересного контента, просто с не очень хорошим звуком. Но у нас конкурс, друзья. Все, что нужно сделать, это, как всегда, подписаться на канал, сделать вот так вот, пока кнопочка эта не пропадет, включить колокольчик и написать комментарий. Мы сегодня разыграем, собственно, книгу. Вы видели, как Миша ее подписал. Книга об истории Тесла, SpaceX и вообще истории Илона Маска. Очень крутая книжка в суперобложке. Не часто встретишь книги сейчас в суперобложках. Поэтому очень достойный экземпляр. Крайне рекомендую, тем более, что там есть автограф Михаила Токовинина. С вас лайк этому видео, подписка, колокольчик и комментарий. Любой. Вот, напишите свои впечатления об интервью. Задайте вопрос Михаилу. Задайте вопрос мне, если у вас есть ко мне вопросы. Все, напишите, что хотите. И я выберу лучший, как мне кажется, комментарий. Самый интересный, самый вдохновляющий, самый прикольный. Ну, в общем, не знаю, как я выберу. Но постарайтесь меня удивить. И за это скромное действие я вам признателен буду до конца жизни. Ну и, конечно, кто-то получит эту книжку. Не забывайте, действительно, включать колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. И увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok